Добро пожаловать на наш канал! Хочу порекомендовать вам канал Лучшее ММО РПГ Там вы найдете хит-парады, обзоры, новости и много чего другого о старых, новых и даже еще не вышедших ММО проектах Ссылочка в описании, переходите, подписывайтесь и смотрите с удовольствием Ну а мы начинаем Открывает наши сегодняшние новости ММО РПГ Air Online Об этом долгостроя по-прежнему мало что известно Однако недавно всплыла информация о том, что за игру взялась компания Playpark Именно она станет издателем на территории Таиланда Так что уже даже был запущен официальный сайт, который содержит общую информацию о проекте Продолжаем следить за новостями и ждем, возможно в ближайшее время будет объявлена дата закрытого бета-тестирования Следующая ММО в нашем списке это Black Desert Online Туда завезли крупное обновление Естественно не обошлось без разных правок баланса, улучшения интерфейса, исправления ошибок Но это не главное Главное то, что теперь в Black Desert появилась сумрачная арена Которая является по сути королевской битвой в мире Black Desert Так что если вам мало было других королевских битв, заглядывайте еще и сюда Кстати, работает она не круглосуточно В будние дни королевскую битву запускают с 7 вечера до часу ночи А в выходные с часу дня до часу ночи по московскому времени Так что пытайтесь попасть туда именно в эти промежутки времени Далее всех решили удивить ребята из студии Раунд 8 Которые разрабатывают тот самый Блесс Анлишет Они продемонстрировали новый трейлер В котором показали все игровые классы И кстати есть некоторые изменения с классическим Блессом А также заявили о том, что планируют провести закрытое бета-тестирование Уже в этом 2019 году Для тех кто не в теме, напомню, что Блесс Анлишет На данный момент планируется как эксклюзив для консоли Xbox One Однако в дальнейшем разработчики не отрицают возможности Перенести ее и на другие игровые платформы Ну вот только вопрос, а нужен ли кому-нибудь еще один Блесс Но не будем зацикливаться на плохом И поговорим о более интересных MMORPG Недавно состоялся официальный анонс расширения Для The Elder Scrolls Online Которая получила название Elsewhere Собственно вас ждет продолжение сюжетной линии Которая поведает о том, как вернулись в Тамриэль драконы Помимо этого станет доступна новая зона Elsewhere Которая является родиной каджетов Ну и будет добавлен новый класс Некромант Который сможет поднимать поверженных врагов Чтобы они сражались на его стороне А также сможет воскрешать павших союзников На ПК данное расширение станет доступным 20 мая Ну а вот владельцам Xbox One и PlayStation 4 Придется подождать до 4 июня Ну а завершит наш сегодняшний новостной выпуск Final Fantasy XIV Игра получила крупное обновление С которым игрокам стал доступен новый персонаж А именно Синемаг А пробовать его могут лишь те Кто достиг уже в игре 50 уровня А особенностью данного класса является возможность Воровать способности монстров Против которых он сражается Так что персонаж получился достаточно интересным и необычным Также в игру ввели новое высокоуровневое испытание Специально для синих магов Так что тем, кто начнет качаться данным персонажем Скучно не будет Ну вот собственно на этом и все Обязательно подписывайтесь на канал И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать самое интересное А также заглядывайте на наш стрим-канал Где проходят эфиры по самым разным играм Ссылочка в описании На этом все Всем удачи и побольше крутых игр Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...